Казахстан Я понял так, что несмотря на все жуткие кадры, что мы видели эти дни, жизнь продолжается. Так, о политике ни слова. Вот, раз вы мне позвонили, значит, будем надеяться, что мы будем только выращивать сады, учить детей, воспитывать, строить дома и больше ничего, и ни один дом не будет разрушен. Вот, откуда наш разговор взялся? Я включил запись, так, и все, что вы скажете, да, и на экране я включил фотографии Казахстана, так, вот, и сейчас вы будете говорить, а я каждую минуту буду их пролистывать. Красивые фотографии, где вы примерно живете. Итак, мне интересно все. Зимние температуры, летние температуры, есть ли сады в Казахстане, есть ли надежда на то, что там будет все то, что растет у меня в Сибири, потому что звонки с Украины говорят, что дела кругом хреновые. Хреновые. Вот, меня интересует, сколько вам лет. Вот, фамилию не обязательно. Меня интересует, что у вас в саду растет, у соседей. В общем, все, что вы скажете, это 30 минут. Вот, вот, а не удастся уложиться, еще фильм снимем. Такие случаи были, вы знаете. Иван, мы вас слушаем, мы, ваши земляки, ваши, как их назвать-то, единоверцы, ваши, ваши, как люди одной нации. Все, хотя какая одна нация, я сам до сих пор не знаю, русский или украинец. Все, я вас слушаю. Ну, хорошо. Еще раз приветствую вас, ну и всех, кто нас будет видеть и слышать. Живу в Казахстане. Так, связь прервалась. 30 километров. Так, что-то связь. Говорите, я слышу, говорите. Ага, я тоже слышу. Так, ну, 50 лет, мне практически 49. С детства люблю, ну, не само садоводство, но, так скажем, как у нас говорят, ковыряние в земле. Ну, как бы там ни было. Немножко овощи. Вот, последнее время заинтересовался где-то года 3-4 назад, купил дом. И заинтересовался я вот садоводством. Ну, как с вашего, получается, видео первых моих опытов, с ваших первых видеоуроков, которые я увидел первый раз. Я понял, что я совсем, ну, так скажем, никто. Но уже кое-что приобрел, купил. Из питомников российских кое-что выписывал, посадил. Во всяком случае, вот черешня. Черешня у меня пытается расти третью зиму. Ну, я ее растил по ихней технологии, которую вы называете темирязевской, ну, и все сопутствующие. Резал, резал. И каждый год она у меня никак. Морозобоины. Ну, понятно, что у нас тоже были... Прошлая зима была очень холодная. Получается, за 40 было несколько дней. 36-38 было, наверное, пару недель, а то и больше. Именно в нашем регионе, в Караганинской области. Караганинская область одна из самых больших, кстати. Ну, получается, она у меня вымерла до основания. Весной проклюнулись всего три почечки. Из этих трех почек полезли девять веток. Эти девять почек, ой, девять росточков выросли. Я уже, насмотревшись у вас, оставил их в покое. Держал их до самых заморозков и сделал уже все немножко по вашей технологии. Сделал заготовку черенков. Сделал заготовку корнеотводков вишни. И вот именно корнеотводки вишни денег взял. Караганинская область очень большая. Городов-спутников много вокруг Караганды. Ну, и в 90-е годы были как бы это, ну, не беженцы, конечно, но много людей переехало. Кто в Россию, кто в Германию, кто в Украину, на Украину, Беларусь. Очень много дач брошенных. Ну, и также это, я знаю, и у вас в России. Очень много дач брошенных. Я уже года два, два точно, ну, два лета, скажем так, езжу. И меня это все интересовало. Последнее лето это было уже, насмотревшись опять же, все ваши видеопродукции. Очень меня все это заинтересовало. В какой-то мере заинтриговало. Я объезжаю все, весь наш регион и смотрю за всем за этим. Что было при советской еще системе. Кто люди, что сажали, что выжило, что не выжило. Гранитки, яблони, груши, лишнего полно. Черешни нету. Череши нет. И вот, кстати, вот эту черешню я хочу. Так, Велка. Велка, среднерослая она. Но если кому-то будет интересно подвой ВСЛ-2. Ну, Валерий Константинович, вы сами говорите, что это такая палка, которая выращенная от собственных этих корешков. Стерневого корня нет. Ну, как бы там ни было, я вот эти веточки хотя бы так собрал. Потому что у нас ее здесь нет из-за аномальных морозов. Они у нас бывают раз в 4-5 лет. Бывает к 40 и за 40. То есть не все растет у нас именно в Караганинской области. Абрикосов, соответственно, нет. Ни манжурских никаких. Южные вымерзают. Как бы лето растет. После первой же зимы вымерзает все. Южнее, к Балхашу, да. 500 километров на юг. Это практически вертикально на юг от Караганды. 500 километров на юг Балхаше уже все есть. В Жизказгане знаю тоже 500 километров юго-западнее от нас. В Жизказгане знаю есть. Клима чуть-чуть помягче. Ну, это прям практически по вертикали. Потом, что еще? Ну, садоводства как такового нет у него. То есть в огородах у людей, как и везде, вишня, которой я даже не могу сказать, сколько лет. Она везде у всех одна и та же. То есть как люди ее посадили, корни от водки, корни от водки. Она так и растет. Яблонь особо выраженных тоже нет. Дички, так скажем, такие, как, ну, образно, полукровки. И прям хороших яблонь с такими выражениями, как у вас. Ну, у нас в нашем регионе нету тоже. Ну, есть. Еще с советских времен это все как бы пооставалось на вот этих старых дачах брошенных. Проехали мы, но хоть что-то, в принципе, можно. Названий совсем не знаю, потому что совсем никак я не знаю. Хозяев нету, спросить не у кого. Но по оттенкам есть и желтые, с красными оттенками, зеленые есть. Медовок, навалов. Так, про то, что найти. Семиренки не нашел, потому что Семиренки, знаю, что это такое. Не нашел в нашем регионе. Не нашел. Ну, а так в районе где-то до 200-250 грамм, в принципе, яблоки есть. Груш не особо много. Практически как у вас, вот ваши усувики, которые есть невозможно. Они у нас все такие степные называют почему-то. Не знаю почему степянка степные называют. Их кушать невозможно, конечно. Пропадают моментально, даже на дереве. Крупные тоже попадались. И тоже терпкие. Прям слишком зерно крупное. И прям терпкие, как олива. Как халовая, господи, оранжевая. И когда она не замороженная. На языке крутится забыл. Ну, я думаю, меня все поймут просто. Так, ну, еще что себе? Может быть вопрос, видите, я как бы зарассказывался. На мысль мне наведите порядка 17. Так, смотрите. Ну, вы рассказали грустную историю. А что будет завтра? Вы же не просто так позвонили. С Казахстаном почта работает как часы. Чуть медленнее, но работает. Поэтому вопрос такой. Значит, как вы видите завтра свой сад? И чем я вам могу помочь? Вот. Вот. В чем, как говорится, была-то и загвоздка. Я вас нашел, как практически 90% людей вас находят. Случайно нашел на ютубе. Была ссылочка на вас. И зашел и посмотрел одно, второе видео, которое заинтриговало. Я в том году, год назад, я вот как вас нашел. Она меня заинтриговала. И когда я вам тут на тот момент позвонил, я вам так и сказал. Это был, наверное, единственный канал. Он до сих пор единственный канал, который откровенно говорит и правду говорит. И к чему я, опять же, что я с детства заинтересован, как бы, так скажем, тоже, как и у вас было в детстве. А не знаю, чего. Вернее, как, не знал, а чего. Это мне уже мама сказала недавно, когда еще была живой, что пошел весь в папашу. А мне уже 50 лет. У меня еще в детстве моем выездили на Украину, в Николаевскую область, в село Софиевка. Ого, я знаю. Вы-то кто там, родняк, кто? Ну, с видовой. Не понял. С видовой, с видовой. Так, я не понял. Они там до сих пор проживают. Отец у меня, ну, отец у меня отчим, как бы, у нас у отца семья, ну, в свое время распалась трое детей. И у мамы у нас тоже было трое, у нас сводная семья, шесть детей у нас, как бы, получилось. И вот отец родом оттуда, с Софиевки. Как бы, вот мы были в 86-м году, летом мы там были, и конец июля, август. То есть, для меня у нас тоже, опять же, к чему. А у нас дачи свои были на то, и все 80-е годы, все 90-е годы, при шахтах наших давали участки земельные, шестисоточные. Ну, как и везде, все было стандартно. То есть, у нас была дача и огород под картошку в другом совсем месте. Ну, в одном садоводстве, но немножко в другой стороне. Ну, дача, опять же, как дача, как и у нас, я рассуждаю так, ваша дача, я не знаю. Получается, что, ну, некий домик, там, вишни, смородина, сливы, как бы, больше были маленькие, терлены. Ну, яблочки вот такие, полукровочки, так скажем. Мало у кого были вот такие полноценные сортовые яблони. Ну, про груши я тоже рассказал. И я, глядя на все на это с детства, с самого малого детства, мы когда приехали на Украину, и даже мы туда ездили на автобусе, на поезде, и проезжая, как бы, каждый раз, там, 500-1000 километров с Казахстана мы попали на территорию России, совсем другое, проехали до Москвы, пересадка, до Киева, с Киева опять пересадка, там, много чего проезжали. Для детского ощущения, это вообще, видеть, как меняется часть страны, туда это был СССР, мы были все одни. И Украина меня вообще, конечно, поразила, я вообще поразился. Всем вот этим, просто что растет не в садах у людей, а сама улица. Да, да, да. Допустим, даже в поселке Софиевка, село. Там это вообще, это черешня, она кругом, виноград этот завезди, он кругом. Ой. Практически кругом. Это было что-то. Потом, когда меня повели в колхозные эти сады еще, мы так же облопывались тутовником, шелкопряном. Это вообще что-то было, что цветное, то темное, что белое. Вкус вот сейчас рассказываю, прям все вот, все на языке. Украина, конечно, да. Ну вот опять же, к чему, у меня все это с детства, и я у родителей спрашивал, а почему у нас это не растет? Почему у нас нет черешни, грецкого ореха? Родители брали оттуда, брали черенки, не с семенами, не орешками, брали черенки, но ничего не прижилось на даче. Прижилась только, она до сих пор растет липа оттуда. До сих пор растет. Наша дача уже лет 20, наверное, нет нашего участка. То есть все разгромленное, ну, брошенное. В этом году я был, ну, прошедшим, скажем, и в 19-м году приезжал, так посмотреть, фотографировал, родителям еще живые были, показывал. Как бы, и вот мне с детства всегда это вот интриговало, и почему, почему нельзя. Вопросы задавал также, вот, а почему нельзя семечками, раз вы сажаете помидоры семечками, там, подсолнух семечками, почему нельзя посадить эту черешню с семечками. Ну, маленький же был, родители, насколько могли объяснить, но все равно моя мозга-то не помещалась. И вот опять же, та же интрига в чем, и вот, современные эти питомники, все остальное, у всех глаза заведущие. Мы же все себя, когда деньги заплатили, ощущаем, как, ну, купил Мерседес, ну, все, то же самое, так скажем, деловой, купил там пять корешков этих, как вы их называете, дровишек, да это уже садовод. Ну, я-то по такому же принципу и купил черешню. Ну, слава богу, она совсем не вымерла. Слава богу, что она дала мне вот эти девять веточек, три почечки ожили. Что с нее, конечно, будет, лист очень крупный, лист очень крупный. Ну, причем еще самое интересное, это я от ваших наблюдений, ну, свои наблюдения, на разных ветках почему-то разное удаление, расстояние между почками. Чем длиннее почки, ой, стебли, тем больше расстояние, чем короче, то между узлев, совсем между почками, есть даже до двух с половиной, трех сантиметров. Ну, хотя они в районе метра практически все, а три или четыре, за два двадцать даже, вот это только за сезон они так выросли. А в прошлые годы я экстрик по технологии, темиряюзов, там, психотворил. Ну, думаю, сохранил, то есть все срезал, все зачеренковал, все запломбировал парафином, все запечатал, все сохраняю. И еще что, набрал я косточек нашей местной вишни, хотя 30, 35, где-то 30 отводков, корнеотводков я накопал, пересадил себя здесь на участке, живу в своем доме, участок небольшой, шести соток нету. Ну, как бы это, для рассады, для прививки вот этой черешни, именно это я и сделал. Ну, терна немножко тоже, около двух десятков, на всякий случай, тоже пересадил, выкопал отводки. И несколько груш наших местных, тоже отводки. Не знаю почему, а нет отводки, они не были сеянцевыми, прям по дереву были отводки. Вот это вот у меня тоже, как у вас, кстати, вопрос. Такое может быть? Это вам повезло, это крайне редкое явление. И чтобы они вырезали, надо давить основное дерево. калечить, 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 тогда оно в отчаянии, начинает расползаться, вот, как из охопа вылазить, в метре, в двух. То есть, когда я их выкапывал, они были, ну, как бы, скажем так, в разных точках они росли, от центрального штамба. Ну, все корни были направлены, где бы оно не росло, с какой стороны, там, с северо-запада, или с юга. все корневые отводки шли к центральному. То есть, я что-то перерубал лопатой. И глубоких корней не было, то есть, стержневых корней, вот, ну, я уже, опять же, глядя на все на ваше, пытался это все как можно глубже, не повредить, ну, понимав, то все равно, это будет повреждение, хорошее, то есть, не было, и я так понимаю, что это были корневые отводки. Ну что, я вас поздравляю, вам повезло, это редкое явление. Ну, теперь смотрите, у вас впереди, если эти отводки, они будут подвоими, груши наверняка будут плодоносить, у них останется один враг, ветер, мороз перенесут, вот, так, просыпаются поздно, светут поздно, обычные возвратные заморозки во время светения почти не грозят, поэтому у меня не было года, чтобы я без груш был, например, без яблок. Абрикосы, да, тут уж по 50 на 50. Терн пригодится вам, на него, у меня есть фотография, как прекрасный взрослый абрикос на терне плодоносящий, у нас все друзья волшебники, что они ткнут, все растет, так что терн давайте, на абрикосы пускайте, иначе вас вообще абрикосов не будет. Это, по крайней мере, быстро? Понятно. Ветра у нас, да, кстати, вот в самом начале спрашивали, рассказать немножко про погоду Казахстана. Климат, конечно, схож с вашим, но, во-первых, нет такой большой реки у нас, нет лесом осаждения в Карагане столько, а в принципе погода в среднем одинаковая, но жара у нас порядка где-то на 8-10 градусов все равно выше, у нас до 40 и выше это каждое лето, прошлое лето это вообще было что-то вообще невыносимо было, если даже в вашем регионе, центральной части России, там, в Европе, что творилось, представляете, что было тут у нас. Ну, о заморозке я уже рассказывал, как бы, раз в 4-5, ну, лет как в 6 лет, 40 и чуть ниже, тоже бывает. 32-36, это практически стандартная зима у нас. И ветра, это что зимой, что летом. Поэтому, вот еще, кстати, что хотел, есть желуди, бутки растут, желуди есть, хочу тоже подсобрал, хочу высадиться и, как бы, скажем так, ветрозащитную часть делать. Ну, и вот, манжурские орехи, я у вас в каталоге что-то я не заказал, надо было тоже десятка-два, по что взойдет, то взойдет. Как бы там ни было, со временем, это будет отгородка от наших у нас северо-западных, западных ветра, преобладающих порозий ветров. Ну, я строитель, поэтому я так уже говорю, этот порозий ветров. некую, так скажем, лесополосу сделать. Участок нашел, участок есть, где-то порядка 20-25 соток, там, это 100%, можно даже и как бы получше, в смысле, побольше еще приобрести. а так, на чем живу, у меня тут, ну, даже 6 соток нет, то есть, там, 5-5, 5-4, 5-5 соток. Ну, удаляюсь, работаю, в плане овощеводства, здесь, кто приучен, теплицу собрал, сам, трубогиб сделал сам, теплица большая, 6 на 10, высота почти 4 метра, 3,95, пленочная, потому что, ну, по карбонату, как бы, во-первых, сильно дорого, и, ну, как бы, пока я не решился на карбонат, то есть, пленка салафановая, ну, хорошая, которая современная уже, ультрафиолета не боятся, то есть, томаты и детерминатные, от 1 лета у меня росли, в прошлое лето, вот, у меня были простые же, детерминатные, 100 кустов залетает туда, прям, хорошо заходит, на фотографиях, как бы, вот, вам показывал, люди, конечно, не увидят, да, еще там, опять же, на этой фотографии, сетка у меня на потолке, на высоте 2,30, по-моему, 2,30, 2,35, натянутые троса, тросики тонкие, и сетка солнцезащитная, когда строил все, соседи были в шоке, зачем такая высокая, все, покупаю стандартные, вот эти малогабаритки, высотой 2, 2,10, а я построил ее, 4 метра практически, потому что я понимал, что летом, жара невыносимая, и вот у меня в купольной части, до 80 градусов температура, в купольной части, 4 окна, 2 спереди, 2 сзади, которые вообще не закрываются, никогда, весь сезон, сетка натянута, москитная, как бы, вот, а в куполе жара, и вот эта вот сетка, это специально солнце защитная, потому что, ну, все горит, первые соцветия, первые кисти завязываются, а зачастую, вторая, третья, получается, уже жара наступает сильно, и выгорают, как люди растят в этих, карбонатных, маленьких, низких, вообще не понимаю, помидоров моем, помидоры получаются, огурцы, тоже огуречник хороший, тоже сам собрал, ну, и все остальное, земляничка, ну, земляничка, у вас в лесу ее называют, клубника, как бы так, ну, сейчас по-современному говорят, что клубника, это какое-то неправильное название, земляника, ну, образно, клубника, клубника, это тоже хорошо, все такое, ну, вот охота, сад, сад, хочу, а, и мама же, что-то говорила, еще пока мама была живой, в последнее время, про косточки, вот эти все, косточки, косточки, мой родной отец, с Белоруссии родом, когда он сюда приехал, там, когда уже первые дети у него, у них были, он сейчас в Белоруссии таскал сюда косточки, она мне уже сейчас, вот, перед смертью рассказывала, ты, говорит, весь ватсап пошел, как бы, вот так, а в Белоруссии, в Белоруссии, честно говоря, не знаю, потому что мне было три года, я даже не знаю, откуда он родом, именно, то есть воспитывал меня, мой папа, совсем, он отчим, как бы, если так, юридически, это мой самый любимый, родной человек, у нас с вами все похоже, буквально все, вы рассказывали, а я думал, только поменять имя, вот, Ивана, Валерия, и кажется, что вы про меня рассказываете, вы говорите про Украину, у меня слезы в глазах стоят, ну вот, я так же у вас смотрел, то же самое, давай, голод срывается, тут слезы, так что, так, охота, охота, на меня все так же, как и на вас, и это вообще у вас-то есть, какое-никакое, вы 37 лет этим заняты, и вы доказываете это все воочию, как бы там ни было, соседям в огороде, в ютубе, и везде там, а когда я начинаю рассказывать, абрикосы, черешня, у меня все, все пальцем возле того или этого виска, крутят пальцем, что ненормальный, что ли? Знаете, что, кто ненормальный, я сто раз убеждался, если не наволом снегу, если не посажены в ямки, этот абрикос, особенно манчжурцы, амур, амуром манчжурцы, он подрастет немного, чем угодно их уничтожайте, берите топор, пилу, рубите каждый год, бесполезно, невозможно уничтожить, это надо было создать специальную агротехнику, я называю звериное, чтобы уничтожить, но вы все это знаете, и выходит у меня теперь, у вас все получится, и выходит у меня, ну надеется, конечно, сейчас буду ждать от вас посылочку, и весну, весну я уже жду, уже с нетерпением, ну семья меня поддерживает, близкие друзья, как бы, немножко в курс дела увожу, причем расскажу про вас везде, не знаю, находят, ну как, по моим этим, даю направление, где вас найти, не знаю, люди заходят, не заходят, смотрят, не смотрят, заказывают, не заказывают, не знаю, ну, кому могу, рассказываю, то есть, друзей полно в России, в Европе, кто отсюда повыезжал, наши одноклассники, ну, все опять же, крутят виском, на виске вернее, и никто не верит, не знаю, почему, не знаю, я вас когда первый раз увидал, год назад увидел. Иван, отключилась связь. Ой, 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 еще и выключился телефон. Так, друзья, все понятно, села полностью зарядка. Так, это раз. Время все равно вышло, потому что на 29-й минуте всегда отключается видеокамера. И давайте на этом прощаться. Мы с вами хоть немного познакомились с нашими, нашими казахстанцами. Вот. Та, самый Казахстан, который мы смотрели, ужасались. Вот. Но садоводство не умирает. Ни в нас, ни в Казахстане, ни в Украине, Кирсанской, ой, в Милинская область пришло такое письмо. Вот. А сколько их было с Одессы, с Харькова. Наши люди везде. Друзья мои, я извинюсь перед Иваном, что прервался разговор, когда сейчас это поставлю на зарядку. А с вами я не прощаюсь. Вот. Друзья мои, мы одной крови, где бы мы ни жили. Вот. При поляре живем, в лесотундре живем, вот, на северо-западе живем. Спросите, где нас только нет. Вот. Мы одной крови. До свидания, друзья. Наше братство не зависит не от национальности. Вот. Привет, Дагестан. Последнее было письмо, последнее было это, телефонный разговор. Вот. И везде проблемы. До свидания. Будем разбираться, будем помогать. А информация это и нужна. Субтитры создавал DimaTorzok